Всё на улицах уже с утра напоминает о празднике. Жители Хабаровска целыми семьями вместе с детьми пришли в городской парк, чтобы принять участие во флешмобе. А главный сюрприз подготовили на катке. Огромная цепочка из людей выстрелилась в виде цифры 8. На лёд могли выйти все желающие, даже без коньков. Ну а в столице праздничного настроения добавляют разноцветные флаги. Весенней палитрой украшена вся Москва. Гигантской поздравительной открыткой стал и медиаэкран на Останкинской телебашне. И, конечно, главный подарок сегодня – цветы. Мужчины уже с утра атакуют магазины и рынки. Стараются выбрать букет, способный покорить и удивить. Дмитрий Рунков оказался в центре праздничного ажиотажа. 8 марта, как и полагается настоящим мужчинам, приходится проходить испытания и даже совершать небольшие бытовые подвиги. Уже с утра у входа цветочные рынки и магазины выстроились в плотные очереди. В толпе порой так и слышится уже подзабытое, кто последний за цветами. И в этом праздничном ажиотаже решение о выборе букета приходится принимать решительно и стремительно. Ведь многие мужчины уже торопятся домой, чтобы разбудить любимых женщин ароматом цветов. Встал в 7 утра, чтобы приехать сюда пораньше, но оказалось, нужно вставать еще раньше. Потому что я уже был здесь и уже было много очень людей. Прошел через огонь и воду и купил себе, для девушки купил цветов. Жена, дочка и теща. Кому какой букет? А это кому какой понравится. Разницы по цене букета не делали? Нет. Всем одинаковые дочки и тещи? Нет, тещи поменьше. У меня дочке год, кстати, привет. И какой выберет, такой выберет. А для нее это будет первый букет сегодня? Справиться сегодня мужчинам предстоит и с проблемой выбора. В Москву перед 8 марта завезли 10 миллионов цветов. Это традиционные хиты, продаж тюльпаны, розы и, конечно, весенняя мимоза. При этом продавцы обещают цены исключительно демократичные и обещают не делать сверхприбыли на любви к женщинам. Дмитрий Рунков, Андрей Лесных и Игорь Соловьев. Первый канал.